В Самарской области отметили День единения Белоруссии и России. Праздник относительно молодой появился он в 96-м году, когда между президентами двух стран был подписан договор о сотрудничестве. В Тольятти гостями национального торжества стала делегация города Бобруйск. Что удивило белорусских гостей в Автограде, узнала наша съемочная группа. Свою первую круглую дату, 10 лет, ансамбль Купаленко отмечает на сцене. Красоту белорусской культуры все эти годы для себя открывают как зрители, так и артисты. Белорусский язык мне нравится, культура белорусская, страна очень-очень нравится. Я была в Белоруссии три раза. Мне очень там понравилось, очень красивые города, очень люди хорошие, культурные. На счету ансамбля всероссийские и международные фестивали, в том числе «Венок дружбы» в городе Бобруйск. О впечатлениях, которые тольяттинцы произвели на белорусов, рассказал мэр Бобруйска Андрей Коваленко. В прошлом году в международном «Венке дружбы» участвовал ансамбль Купаленко из города Тольятти, который произвел фурор, скажем так. Не только радовались жители Республики Беларусь, но и те зарубежные участники, которые присутствовали на этом «Венке дружбы». Визит белорусской делегации в Тольятти приурочен к празднованию Дня единения двух народов. Его отмечают с 1996 года, когда Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор об образовании сообщества России и Белоруссии. Сегодня в Тольятти действует белорусская автономия Неман. Конечно, мы белорусы, конечно, мы знаем свои корни, мы знаем свою историю. Но так как мы родились в Советском Союзе, и так как мы проживаем на территории теперь уже России, конечно, мы едины. День единения отметили не только в Автограде. Всего в Самарской области живет около 4,5 тысяч белорусов. Ася Кондаурова, Сергей Костин. Новости губернии. Тольятти.